Массовые протесты в Словакии. В митинге против кадровых решений министра культуры Мартины Шимковичёвой приняли участие почти 20 тысяч человек. Они требуют отставки чиновницы, обвиняя её в попытке взять под абсолютный контроль творческую сферу. Люди вышли на улицы после того, как на прошлой неделе Минкульт уволил нескольких деятелей культуры, в том числе директоров Национального театра и Национальной галереи. По данным местных СМИ, петицию с требованием отправить Шимковичёву в отставку подписали уже 178 тысяч человек. Протесты организовала главная оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия». Формирование созвало на следующую неделю парламентское заседание с намерением выдвинуть в отум недоверие главе Минкульта. Между тем, премьер-министр Словакии Роберт Фицу выразил поддержку Шимковичёвой. В итоге протесты переросли в антиправительственные. Главу Кабмина обвинили в том, что власть сосредоточилась на собственной выгоде. И вместо того, чтобы улучшить системы образования и здравоохранения, а также инфраструктуру, правительство занимается расколом общества. Повторю ещё раз. Министр решила разрушить национальное культурное учреждение без какой-либо причины. Она увольняет компетентных руководителей, которые находились на посту многие годы. Мартина Шимковичёва известна своими националистическими взглядами. Она вызывала недовольство в Словакии с момента назначения на пост министра в октябре прошлого года. Не раз уже была замешана в скандалах. Она утверждает, что организаторы протестов хотят удержать своих людей на выгодных должностях. Наша цель — стать защитниками культуры и интересов граждан. С другой стороны, очевидно, что их задача — любой ценой удержать своих людей в различных учреждениях, которым выделяют бюджеты в десятки миллионов евро. Это не первый массовый протест против министра культуры страны. Ранее её критиковали за подготовку и реализацию нового закона об общественном телевидении и радио. В апреле этого года правительство Словакии одобрило предложение Шимковичёвой упразднить общественную телерадиовещательную компанию радио и телевидения Словакии и создать на её месте компанию «Словацкое радио и телевидение», изменив при этом процедуру назначения главы компании. Спустя несколько недель после этого на Роберта Фиццо было совершено покушение. Премьер был тяжело ранен. Нападавший заявил, что решение о ликвидации телеканала РТВС стало для него последней каплей.